всем привет уже у нас день и сегодня очень много работы поэтому я сам утро ничего не снимаю но сейчас обед я и готовить и не хочу вам показать и рассказать вам по поводу продуктов комментариях спрашивают про качество про вкус продуктов и я вам расскажу сегодня об этом ну и на обед у нас будет маринованное и салат огурец и помидоры по поводу вкусов продуктов можно сказать допустим начнем с самого элементарного огурцы мы как жители кубани очень избалованы огурцами вкусными помидорами здесь пока нам вкусных не попадались да они как бы в принципе нормальные и съедобные но что-то в них не так дома были вкусные вся остальная зелень которую мы здесь покупали брали что в прошлом году что в этом году все очень вкусно очень свежая сочная вот кроме огурцов помидоров пока какие-то нету вопросов мясо мясо здесь продается в любых видах любых вариациях какие только хотите замаринованные готовы все возможно там деревян деревенская курятина обычная курятина свинина говядина все все что душе угодно просто огромные прилавки меркадоле которые в принципе доступны всем что касается фруктов то фрукты здесь просто сказка они безумно вкусные безумно сладкие сочные огромном количестве доступные дети просто обожают они если дома надо было еще что-то уговорить что-то черешня персики мы брали нектарины и такие какие-то ну не мы не берем какие-то сейчас пока еще тропические ну хотя мы брали и авокадо и манго но не попробовали конечно им так не очень понравилось но именно такие которые обычные фрукты овощей которые мы ели дома то здесь и они едят все следующее молочко 啦 сломал кому все всем не разобрались наибрали только у отхолодильники ст которую они стоят холодильнике которая просто в обычном таком пакете хранится мы 정 Hart transformation и его совсем поняли вообще все то никак какой улучшенным берем теперь холодильнике которая как бы меньше хранится наверное на получше потом йогурты йогурты здесь мы трескаем просто в огромных количествах они здесь также доступны продается в огромных упаковках как вы могли видеть о наших закупках, так же дети у нас едят, у нас, наверное, дня на 3-4, может, если хватает, это упаковки большой. Мы едим все. Они очень вкусные, они по вкусу не такие, как у нас, они по вкусу напоминают деревенскую закваску. Вот, знаете, вот такой привкус закваски вот во всех йогуртах здесь есть, в таких каких-то продуктах, если ты берешь без вкуса, то там чисто кажется, как будто закваску ешь, а не йогурт, а если с фруктовыми, ну, соответственно, с фруктовыми добавками. Питьевые такие обычные йогурты, тоже огромный-огромный тут стенд, со всеми возможными вкусами, видами, целью. Потом здесь совсем другой хлеб. Дома хлеб мы не брали, очень-очень редкий случай в каких-то там, мы обычно только Охеева брали. Так, вообще, мы хлеб дома не ели в России, но как-то не сложилось у нас с ним, у меня как бы, я ела раньше, но у меня не ел муж, и со временем я тоже перестала есть. А здесь безумно вкусный хлеб. И здесь мы хлеб берем постоянно, но здесь он очень быстро сохнет, как бы он долго не хранится, его обычно покупаешь. Если ты в этот день его съел, то хорошо, на следующий день он обычно уже подсыхает, но мы делаем либо гренки, либо там как-то бутерброды подогреваем. Хлеб, ну, в общем, реализовываем его, и если нет, то, конечно, он просто засыхает, и все, ничего ты ему не сделаешь. У нас же он мог лежать, 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 потом еще попрыться плесенью. В общем, хлеб здесь совсем другой. Также мучные изделия. Я очень много читала в интернете о том, что здесь невкусная выпечка, невкусные пирожины, невкусная как бы вот эта кондитерская отрасль. Ну, не знаю, может, мы не настолько избалованы каким-то прям вкусом, но в принципе, что в России будет вкусно, мы брали торты, пирожины. Что здесь мы, то, что берем, все достаточно вкусное, все по доступным ценам. И торты, мы даже торт брали, как бы, дети ели, мы ели все вкусное, но оно здесь не прям приторно-сладкое. Часто бывает, возьмешь, а оно прям очень-очень сладкое. Нет, здесь прям вот сверхсладкого ничего нет, но оно все вкусное, сладкое, но в пределах, так сказать, разумного. Вот. Что еще, что еще? Так же здесь огромное количество соков всевозможных, в больших упаковках, в обычных литровых упаковках, в маленькие детские, которые соки идут, они обычно не продаются по одному, они сразу продаются в упаковке, там, 6 штук. И самое, что здесь приятное, это огромный, огромный у них, даже не один, а несколько отделов, это с морепродуктами. Это отдел, где лежат там рыбы, моллюски, все прочее, и если надо, вам их разделывают, либо отвешивают, дают. Либо же есть с упакованными, но также не замороженными, а также с огромными морозильниками, заморозкой, с всевозможными рыбами, моллюсками, креветками и прочим, прочим, прочим. Это здесь навалом и тоже по доступным ценам. Ну, как бы, среди земноморья, как бы, понятно, что вся морская кухня здесь очень развита. В общем, не знаю, вроде бы это все. Если что-то еще интересует, пишите в комментариях, я отвечу. Потому что, мне кажется, что все, с другой стороны, не все, но, если что, пишите. Мороженое. Мороженое здесь очень вкусное, не сладкое, не приторное. Хочешь фруктовое, хочешь такое, хочешь дорогое, хочешь есть подешевле, мы обычно берем за 2,5 евро. На бор, там, 12 морожен. Они, как бы, ну, такой, не сильно большие, не сильно маленькие. В принципе, одну съел и достаточно. Вот, тоже очень вкусный, и с фруктовым льдом. Мы берем наборы, но в морозилке, там, дети, в любой момент, оно, как бы, есть у нас. Вот. Вот теперь, это точно все. Я просто вспоминаю, что лежит у нас там в холодильнике, в морозилке. Что вспомнила, вот рассказала. Поэтому, если что, еще пишите и спрашивайте. еще расскажу дополнительно, отвечу в видео. В общем, вот так выглядит наш обед. Салат, фасоль с мясом. Что, мы будем выпить? Всем пьяного аппетита. Да, возможно, может показаться, что я нахваливаю продукты, фрукты, овощи, но мы в Испании не первый раз, даже не второй раз. И мы также жили, квартиры снимали, смотрели, покупали местные, все. Но у нас нет разочарования. Пока вот кроме огурцов и помидоров нет каких-то разочарования каких-то, чтобы что-то было невкусно или что-то нам не понравилось. Здесь огромный выбор, и каждый находит по вкусу, но то, что здесь качество повыше, это да. И то, что выбор есть на любой вкус, цвет, кошелек, мы вышли пройтись и в магазин. Затр воскресенье. Ничего работать не будет. Поэтому пойдем такое сюда, там молоко, хлеба надо купить, воды. Нет, воды не надо, кстати. Пойдем купим. Ну и что купили? Вода холодная местная, десерты, один, такой же второй, только ванильный. Так, муж под полу себе купил, скидки, два молока, печень закончился, черешня, палат, дефер, дефер, яблоко, два яблока, апельсин. И это вышло на 17 евро. Как обычно, пошли по мелочи и набрали. Ну что, у нас уже вечер. Весь день сегодня был посвящен работе. Я все сделала, все хорошо и будем отдыхать. Всем пока. Спасибо, что посмотрели это видео, что спасибо, что провели этот день со мной. Всем пока.